Приветствую вас, друзья. Я не военный эксперт. То, что я скажу дальше, это скорее компиляция мнений людей, которым я доверяю. Не сомневаюсь, что кто-то со мной не согласится. Это нормально. В данный момент у нас на фронте две ключевые точки. Это Бахмут и Запорожье. Они между собой связаны. Как связаны, я скажу далее. Бахмут, это предпоследняя точка, где Украина построила серьезную фортификацию еще до начала СВО. За ней останется только Славянск и Краматорск. Но Славянск и Краматорск, там оборона послабже. И если их занять, то территория республик будет полностью под контролем России. Да и, в принципе, дальнейшая оборона для Украины будет крайне затруднительной. Украина очень не хочет упускать Бахмут. Они вывели очень боеспособные части из Запорожья и некоторых других областей. Также Ройтерс со ссылкой на официальные лица США говорит, что США очень просит ВСУ оставить Бахмут. Что оно того не стоит. Что Украину положит лишние силы, а удержать его все равно не удастся. Держится Украина за Бахмут скорее не за фортификации, а из-за того, что он им очень важен медийно. В своих медиа, да и в западных тоже, Бахмут стал своего рода городом воинской славы. Это небольшой городок, который Россия давно пытается взять, но у нее все никак не удается. И это город, в котором погибло много украинцев, защищая его. Захват Бахмута это, скорее, очень серьезный удар для психологии украинцев и ВСУ, в частности. Чем реально какое-то важное место стратегически. А признаки дробления внутри Украины мы уже с вами видим. Вторая точка это Запорожье. И наступление на Запорожье, скорее всего, является результатом вывода украинских сил оттуда. Россия просто пользуется брешью в обороне Запорожья и правильно делает. Будет ли наступление до самого Запорожья, до города, мы пока не знаем. Скорее всего, если наступление будет на город Орехов, то это будет признаком того, что да, планируется взять Запорожье. Но радоваться я бы этому не стал. И я скажу почему, но попозже. Самое важное, на мой взгляд, сейчас, это понять, что будет дальше, как ответят США и Европа. Поставки военной техники выглядят, скорее, как конвульсии. Количество небольшое, без всякой унификации, без должного обучения. Так же, как Запад ждал госпереворот у нас в стране, у них медиа пестрили этими надеждами. Так же, как он ждал экономического краха. Так же и сейчас они пытаются на скорую руку сколотить армию для Украины. Скорее всего, оказавшись в ситуации, которую сами не ожидали. Ведь их собственные медиа, которые они читают и спонсируют, очень высоко оценивают Украину и очень низко оценивали возможности России. Ждать четкого плана от США и НАТО я бы не советовал. Очередная эскалация, вот и весь план. Вообще же, эмоции и озлобленность, мне кажется, очень недооценены в большой политике. Это непопулярное мнение, потому что большинство людей пытаются найти какой-то понятный, четкий план, и желательно попроще. Но таково мое мнение. В мире много хаоса, много эмоций. И много неопределенностей, так же, как и в нас самих. Но ближе к теме. Мы видим, что Запад надеется на что-то крупное. Ллойд Остин, глава Пентагона, обещает переломный момент. И надо сказать, что он обещал то же самое летом, перед отходом наших сил из-под изюма. Также в Европе говорят о том, что в течение двух-трех недель будет что-то очень крупное, что переломит ход войны. Мы не знаем наверняка, но нам нужно быть осторожным. Прямое вмешательство стран НАТО исключать нельзя. У нас же фронт слаб. В отдельных местах у нас на один километр фронта 30-50 человек. Наступление на Бахмут и Запорожье так же выводят самые боеспособные силы, как и любое наступление. А разведка НАТО обязательно вскроет наши слабые места и направит ВСУ в нужном направлении. Поэтому я опасаюсь, что на волне эйфории наши силы пойдут дальше, чем нужно. И, может быть, не стоит идти на Запорожье прямо сейчас. У нас слишком мало людей. Нам нужна еще мобилизация или две, чтобы уверенно идти вперед. Сейчас же, возможно, наступил момент, чтобы окапываться там, где мы уже есть. Так же из важного у Украины большое желание напасть на Москву и Крым. И новость о том, что 10 беспилотников летели к Крыму и были сбиты, говорит нам, скорее всего, о том, что это подготовка. Таковы мои мысли, рассуждения на сегодняшний день. На многое я не претендую. Я вообще не уверен, что такой формат видео, он нужен. И я тщательно слежу за реакцией, читаю комментарии, смотрю, сколько лайков, сколько просмотров. Для меня это очень важно. Делать тот контент, который вам нужен. Также напомню, что у нас есть фонд поддержки батальона. В описании к видео есть номер карты и номер биткоин-кошелька, чтобы сделать пожертвование. В своем телеграм-канале я постараюсь вкладывать, насколько возможно, подробную отчетность по своим тратам. Я не хочу, чтобы меня кто-то заподозрил в том, что я что-то трачу на сторону. Ссылка на телеграм-канал также в описании. Спасибо за внимание.